В первую очередь огромное спасибо организаторам за приглашение. Для меня это большая честь здесь участвовать и представлять нашу Академию. И два слова о слове поражения. Мы вот здесь просто разговаривали с Георгием пару месяцев назад и решили, что это такое понятие или слово, которое лучше всего отражает те настроения, может быть, или мое понимание этих настроений, которые существуют в плане гендерного равенства сейчас, сегодня. И начиная с истории, то есть я бы хотела небольшой исторический дискурс, но мне кажется, я его сейчас быстренько здесь пропущу, потому что уже очень много было сказано и с Татьяной Щурко об этом. Но просто я решила этот момент здесь вставить для того, чтобы вы увидели масштабы потери, масштабы тех потерь, которые мы имеем в плане гендерного равенства. И понятно, что вопрос эмансипации женщины советской властью формулировался как женский вопрос, и на один из первых планов ставилась борьба с традиционными и религиозными пережитками или предрассудками, как это называлось, связанных со статусом женщины. И надо сказать, что на самом деле ситуация с женщинами до революции была просто критической. И в какой-то степени сегодняшняя ситуация, она служит зеркалом нам для того, чтобы увидеть ту ситуацию уже новыми глазами. Потому что эта ситуация до революции, она отражена во многих нарративах, литературных нарративах, у Айни. Да, конечно, они были советскими писателями, но они писали то, что они видели, через что они прошли, что они пережили. И, конечно, состояние было определенное. Следующее. Я хотела вам привести таблицу грамотности, согласно переписи 1897 года Российской империи. Причем здесь под грамотностью имелось в виду только умение читать, даже не писать. Здесь мы можем видеть, что грамотных людей на тысячу человек, женщин было всего две. Это Средняя Азия. Мужчин было девять человек. То есть всего две женщины, ну, вы можете представить, да, это 0,01% или 2%. 0,02%. Что касается законодательной базы, она была принята, и специальные декреты уже Туркестанского центрального комитета партии в 1924 и затем в 1928, в 1929 годах были приняты. Они установили ответственность за многоженство, ранние браки, принуждение к браку вопреки воле женщин. Был у нас такой товарищ, Мусракулу Махсум. Он был очень видным советским деятелем. В 1937 году он был расстрелян. И вот здесь его высказывание. У него был такой знаменательный доклад на съезде, по-моему, партии в конце 20-х годов. И вот он здесь пишет о женщине. И я хочу сказать, что это человек, который своей собственной жизнью на собственном личном примере показал, как может таджик, мужчина, измениться, как он может быть гендерно лояльным, потому что я знакома достаточно хорошо с его потомками. И он говорит о том, что женщина равноправна с мужчиной и равноответственна. Таков наш закон. В этом деле, в деле эмансипации женщины, бедняки считались главными союзниками. Почему? Потому что у бедняков нет по две, по три жены, и ему нужна одна жена. Это вот буквально из его тоже речи, дальше он там говорит, «Которая будет равна ему, соратница, которая будет свободна, как он, не будет батраком, батрачить». И это тоже из его речи, выдержка о том, что союзником советской власти является беднота. Ну и, наверное, рабочий класс впоследствии. Вот здесь из источника Центрального государственного архива, тоже из одного из документов партийных, о многоженстве, которое здесь признается одной из форм эксплуатации и явным стремлением использования дополнительной рабочей силы в хозяйстве. Вот этот тезис, он как-то забывается сегодня. Видите, здесь это 25-й год. Вот такие были тезисы. И что делала, опять же, советская власть, для того, чтобы вы посмотрели масштабы изменений и трансформации. Вот почти от полной неграмотности, видите, к 39-му году общая грамотность республики составляла 82,9%, почти 83%, из которых женщин было 77,5% грамотных уже из них. Было построено... Что касается школы, это надо и не читать, да, старая школа. И посмотреть, какая там была на самом деле школа. И такая ситуация была практически везде. Школ не было. Российская империя, она так особо не заботилась о своих колониях. Я имею в виду, прежде всего, о Туркестане. Но она организовала новометодные школы, в которых учились, преподавали в основном представители татарских, татарского населения России, да, и учились уже дети зажиточных людей. А таких школ повсеместно и светских школ не было практически нигде. Вот в 1940 году было уже 579 школ на территории маленькой республики. Были созданы клубы, об этом уже говорили. Клубы являлись центрами культурной жизни. При них были санкружки, консультации, бытовые секции, сангигиенические секции и так дальше. Были созданы, был создан огромный библиотечный фонд. Очень много библиотек. Вот в 1935 году их было 325 библиотек, уже с полмиллионом экземпляров книг. И красные чайханы, которые впоследствии переросли или трансформировались в театры уже. Их было уже в конце 30-х годов 529 штук, причем больше половины в сельской местности. Да, конечно, советская власть, она вела борьбу и с паранжой, но это не считалось, не было на первом месте. Да, много говорилось о Худжуме, но все равно это как бы позже пришла эта задача, Худжум. И в самые первые годы советской власти, конечно, так вопрос не стоял. Хотя потом уже стало понятно, что пока мы не откроем женщину, она просто не будет публично присутствовать в публичном пространстве. Она так и останется в доместик-лайфе, в местной, в домашней сфере, в домашнем пространстве. Мне кажется, вот это была главная цель советской власти, чтобы вытащить женщину наконец из домашнего пространства и поставить ее хоть так, хоть насильно, силком, может быть, и с такими огромными ошибками, которые были допущены во время Худжума, но все-таки вытащить ее в публичное пространство и заставить ее работать, я не знаю. Ну, заставить, не заставить. Многие женщины хотели работать и хотели получать оплату за свой труд, потому что они и так работали дома, вышивали там прекрасные вещи, тюбитеки, которые продавали за копейки, например. А, вот здесь вот на плакате мы можем сказать, вот здесь написано у нее «Man Hazar Ozort», «Now I'm Free», «Теперь я свободна». Ну, конечно, о Худжуме я не хочу много говорить, потому что это не моя тема. И что касается искусства, конечно, такой огромный проект не мог проводиться без поддержки со стороны искусства. Вот эти клубы, они очень активно участвовали в процессе трансформации девушки, потому что они показывали, в этих клубах показывался процесс преобразования девушки или женщины, как она становится новой девушкой, женщиной. И, конечно, эти клубы участвовали вот в этом процессе нового конструирования, совершенно нового образа. И в 20-30-е годы в основном на сценическом искусстве были, в сценическом искусстве были образы, преобладали девушек, которые сбрасывали паранжу с большим риском для жизни, затем ехали в город учиться, совершали свободный выбор партнера по жизни, влюблялись и выходили замуж за того, за кого хотели. В 30-40-х годах это уже немножко другой образ девушки, женщины, которые ставят высокую цель, там овладение профессией, добиваются её, проходя через большие трудности. Ну, я не смогла привести вам конкретно, это сценическое искусство, это театр, да, поэтому сложно просто найти это. Ну, так вот. И особенность, вот у нас одна искусствоведка есть, Махкамова, она говорит, что особенность женских характеров того времени – это настойчивость к достижению цели, умение переносить тяготы жизни, что вообще, наверное, присуще всем женщинам. И вот в 50-е, 60-е годы были такие постановки и балетные постановки, и были истории, о которых были нарративы в газетах, журналах, например, об одной известной балерине, которая выбрала, вот она всю детство мечтала стать балериной, затем, вопреки воле родителей, оставила дом, поехала, поступила в театр, в балетную студию. И, в общем, вот такие были образы, которые характеризуются какой-то новой свободой, талантливостью и так дальше. И вот заключение такое небольшое, предварительное, о том, что все-таки сфера публичной культуры или сценической культуры, сценического искусства в советский период была такой областью свободы, да, что ли, в которой конструировался, потом развивался, потом стал своим уже таким принятым образом, свободной, раскрепощенной, грамотной, образованной женщины, да, которая самостоятельно принимает решения. И большое внимание уделялось в этих образах ее экономической самостоятельности, независимости, о том, что она работает, наконец-то, что она не только дома, потому что домашний труд неоплачиваемый, она работает, зарабатывает и даже может, в принципе, даже когда муж бросает ее, она может сама воспитать своих детей. И про достижения советской власти. За какие-то 20-30 лет была достигнута всеобщая грамотность населения, не только чтения, но и письма. Женщины получили доступ к образованию, услугам здравоохранения, техническим достижениям, медицине. Была создана какая-никакая социальная инфраструктура, школы. Это, конечно, да, я знаю, что в первом тезе, в первом абзаце о том, что это приближало к общеевропейским стандартам, немножко так звучит. Но если сравнить уровень грамотности того периода в Центрально-Азиатском регионе и в Европе, в некоторых моментах даже был выше уровень, чем в европейских странах. И что важно, я хотела бы отметить, в том, что была налажена уголовная система наказаний. И любое насилие, физическое насилие, прежде всего, в отношении женщин наказывалось очень жестко. И мне кажется, что вот это... Ну, насилие – это особая тема, конечно. Но вот жесткость наказаний со стороны советской власти, она все-таки, мне кажется, повлияла на уровень или рост насилия в регионе в отношении женщин. И создавались такие образы. Если бы мы умело подошли к этому сегодня, к тому огромному, очень амбициозному проекту советской власти по поводу эмансипации и освобождения женщин, если бы мы что-то могли воспринять сейчас и по-настоящему объективно оценить все права и свободы, которые на самом деле женщина получила благодаря советской власти, это могло бы содержать в себе огромный потенциал для дальнейших шагов в наших обществе и государстве в этой области. Потому что мне... Ну и попозже, может быть, если время будет, я об этом скажу, презентация есть. Но мне всегда немножко смешно, когда подруги там или не подруги, умницы наши, женщины, говорят, о, какая плохая советская власть, она ничего для нас не сделала, а вот ислам такой прекрасный, там все так хорошо для женщин. И мне всегда хочется сказать, и я часто говорю, дорогая, если бы не советская власть, ты бы вот сейчас не сидела так и не рассуждала бы, а сидела бы ты где-нибудь в Ишкаре, в женской части, дома своего полигамного мужа, который бы и за пределы дома бы тебя не выпускал. Вот это всегда мне хочется сказать своим соотечественницам, которые выступают против советской власти. Потому что на самом деле та ситуация, которая была до революции, была абсолютно критической, с моей точки зрения, для женщины. Женщина не имела права не выходить из дома, не показывать, ну, ладно, выходить. Ну, хорошо, посидит, может быть. Не работать, не распоряжаться деньгами. Не имела права пикнуть, когда ее муж более или менее, который, если он уже немножко выбился из батраков, да, средний класс, так называемый, я не знаю, то уже все, ему надо обязательно вторую жену было, понимаете? Вторую, потом третью. А женщина не имела права пикнуть против этого. Пикнешь? Давай, до свидания. Или в лучшем случае там подвергаешься физическим каким-то моментам. Поэтому и затворничество – это тоже правда. Потому что паранджа, да, это, конечно, символ. То есть мы можем говорить много об одежде и будем говорить об одежде, но паранджа все-таки это символ свободы. И то есть освобождение женщины от паранджи – это символ все-таки был освобождения женщины в целом. Вот. И вот, ну, это из совсем другой истории фотографии. Фотография женщины по имени Зумрад. Это из одноименного фильма, который в моей другой работе подвергается анализу гендерному. Но это уже другая история. Я просто хотела показать ее, потому что меня лично с ней иногда сравнивают. Вот. Что мы имеем на сегодняшний день в Таджикистане? Вот. Мы никак не можем восстановиться, в первую очередь, да. Очень любят говорить о гражданской войне, государство, все любят говорить, потому что это же деньги, все. Но чем это вылилось для женщин? В чем результат? Очень большое количество женщин, которые попали в войну, они остались безграмотными. Их просто не пускали в школу. Потому что, ну, вы не можете пустить своего ребенка в школу, если вы знаете, что ему или ей угрожает опасность. И очень много женщин живут в нищете, в бесправии, живут в семье своего мужа, мужа нет, неизвестно где, ну, вообще, ну, где-то в России. Может помогать, может нет, по его собственному желанию. И вот такое, вот это поколение военное, да, у нас некоторые называют поколением вторых жен. Потому что многоженство началось тогда. Мужа убили, например, на войне, да. Детей надо воспитывать, образования нет, работы нет. И вот возник вот этот класс новаришей или новых таджиков, более-менее богатых, или которые занимались бизнесом, и которые предлагали, и которым захотелось вдруг иметь тоже вторых жен. Религия дает для этого возможность, она там заключает этот брак, не кох. И вот самое ужасное, что мы потеряли, это, конечно, социальные лифты. Которые канули в прошлое. И сейчас уже невозможно для простой девочки из рабочей семьи, которой я была в свое время, поступить. Но если ты семи пяди во лбу, может быть, тебя увидели. Но и то это очень опасно. Потом я, может быть, скажу об этом. У нас стало опасно быть красивой. И вот сегодня мы имеем возможность наблюдать такую некоторую подмену понятий. некоторые, да. У нас сегодня существует очень много разных течений, идеологий, но условно, вот, я бы разделила их на две таких доминирующих. Это официальность, идеология государства, которая включает идею светской жизни, да, и идеи гендерного равноправия в нашем контексте. И вторая идеология традиционализма. Ну, я не хочу использовать специально слово исламизм, да, потому что я не хочу об этом говорить. О религии это такая болезненная тема чуть-чуть. Вот. Главной ареной выступает представление о стране, о народе, о государственном устройстве, но это такое общее такое, да. Это всё плавно перетекает и в основном сфокусируется на представлениях о женщине. То есть, какая должна быть таджичка, современная таджикская женщина. Как она должна вот жить, одеваться, вести себя, общаться, разговаривать, улыбаться и так дальше. Вот первый это традиционалистский взгляд. Цель доказать, что ислам это самая лучшая религия на земле, самое лучшее устройство жизни это исламское государство и самая лучшая женщина, девушка, да, это правоверная мусульманка. Заня таджик, это таджикская женщина, подменяется на мусульманская женщина, заменяется. При этом выхолощивается любое культурное содержание и, говоря, традиция уже имеет в виду только ислам. То есть, традиция подменяет ислам. Все конституции там, все это, все равно. И, значит, это все как бы из газет, да, из журналов, публикаций. Там я провела такой опрос в Фейсбуке. Вот что такое таджикская женщина? Это вот женщина, свет, дом, очарога, хонадон, да, хранительница очага, кухарка, мать прежде всего. Мать – это у нас все, центральное понятие. Год матери был. Если ты не мать, то ты вообще никто. И вот, ну, вы знаете эту теорию, да, Броуди, о мемах, да? Я вот как-то попыталась показать своей аудитории там в Таджикистане, как вот эти идеи, как они продуцируют эти идеи справа, да? Если женщина хорошая – это та, которая сидит дома, то работающая женщина – это плохая женщина автоматически, да? Она неправильная, подозрительная. Зачем она работает? И заодно там тень на мужа падает. Как это так? Он не может обеспечить там семью этой женщины, позволять своей женщине работать, вот ходить там, всем показывать себя. И главное, если главное предназначение женщины – это мать, быть матерью, то те, кто не матери, то уже все это, это уже все. Вот child free – это будет, это вообще ужас, конечно. Да, еще и добровольный. Да, еще и добровольный. Как это так, ты не хочешь? Вот. И женщина, которая не соответствует понятиям мусульманской женщины, да? Она уже, да. Ай-яй-яй, ужас. Вот. Ну вот. И, соответственно, нормальная женщина – это женщина в хиджабе, да? Новая культурная норма, но которая провозглашается нормой уже традиционной таджикской культуры. Вот. И вообще хиджаб стал такой большой темой. Мне кажется, всех интересует именно хиджаб. Если спросить, например, про столпы ислама у многих людей, то они среди первых, да, называют хиджаб. Вот хиджаб надо. Вот. Как в культуре это… По телевизору полно турецких сериалов, они очень популярны сейчас. Там, в этих сериалах, только девушки в хиджабе оказываются наиболее успешными. А те, которые раздеты, они вот подвергаются насилию, унижению. Они портятся, да, становятся плохими. В общем, на них не надо ориентироваться. Вот. Несколько наших артисток, известных, довольно популярных певиц, ушли тоже в хиджаб, в религию. И что делать официальные диалоги в качестве контрмер, да? И опять же, посмотрела на те вещи, которые делаются на сцене. Вот. Вот. Одно из таких мер был фестиваль, да? Чакомэйгесу, или обаяние локона. Локон. Женский локон. Это воспевание женских волос. Вот они все приезжают или их привозят. Целый месяц готовятся. И вот таких вот, понимаете, вот таких мероприятий довольно много. Они сейчас немножко трансформировались за эти два года. А? Наоборот, это же в России. А, это уже контрмера, да? Контрмера. Вот. И там девушки показывают эти волосы свои, ходят, бедные по сцене. Вот. Ну, я вот усмотрела хороший такой месседж, да? Вот это светский месседж. В том, что женщина с открытой головой, с открытыми волосами может ходить. Да? Ну, вот. И что женщина может быть красивой. А, стричься не вся, да? Нет, стричься. Это нехорошо. Нехорошо. Вот. И кроме вот этих вещей, да, государство, конечно, эксплуатирует идею национального самосознания, но это очень слабая идея. Она вообще не находит никакого отклика ни у кого вообще. И вот такая стала задача. Я помню, меня вот мой начальник, директор все приглашал и говорил, ну, Зулайхо, ну, придумай что-нибудь как национальную идею. Я говорю, ну, слушайте, ну, вот вам хлеб, например, нон, да, ну, что-то такое вот абсолютно такое гендерно-нейтральное. Нет, нет, не пойдет. Придумали? Пожалуйста. Красота. Да, таджикская девушка, да, очень красивая. Надо было что-то такое придумать, видите? Или такая. Вот это то, чем мы можем гордиться, да? А? Так одеваться в сердече не заставляют? Заставляют. К сожалению, да, заставляют. Или вот такие вот. Это свадебная пара. Те идеи, которые как стигмы выливаются из идей красоты, да? Потому что красота – это только молодость, видите? И все вот эти наши мероприятия, они показывают, что только молодые девушки и женщины, они как бы котируются, да? Все, возрастные женщины, да фу вообще! А красота и там женщина в возрасте – это вообще несовместимые вещи. Ты вообще сиди дома, воспитывай внуков, тебе о красоте уже все поздно думать. Волосы, да? Нет волос, нет женщины, да? Все. И главный как бы месседж – это красота. Единственное, главное достоинство и ценность женщины. Нет красоты – все. И вот в качестве иллюстрации на одном из этих фестивалей прозвучало вот такое выступление. Это было, к сожалению, у меня нет его, но это было очень знаменательное выступление. Значит, там встали просто, сам президент присутствовал в этом фестивале, и ему так понравилось вот это. Он встал и стал аплодировать, и прямо зал тоже, овации там были. Именно вот этому выступлению, когда, ну там красивый речитатив такой на таджикском, красиво, вот она учит дочь там, кто бы тебе не сказал, что, скажи Ахуб, да, пожар, да! Да, да, я ваша слуга, да, я рада служить. И выполняй все, что они скажут. Дядя – это брат, племянник, кто бы ни был, дурак. Все. Вот. Они не успокоились, поскольку это вызвало же овации, да, на следующий год. Вот, продолжение это было. Ой. И вот это, к сожалению, уже отражает также традиционное, как бы, восприятие, да, брака, что если ты выходишь замуж в этом году, так, сейчас сентябрь, да, ну-ка, сколько месяцев, раз, два, три, девять, вот в апреле ты должна уже родить, да, ну максимум в июне. Если нет, то уже что-то не то. Вот, поэтому вот в следующем году уже девушка с ребенком на руках, да. В общем, вот такой вот, такая норма жизненного успеха уже утверждается, на самом деле, как бы, традиционно. И вот наблюдение, включенные наблюдения на празднованиях 8 марта тоже дали такие вот результаты. буквально замдиректора института говорит, что мы без вас, мы, женщины, без вас не можем вообще жить. Вы наши руководители, вы наши лидеры, там, ну, да, те, кто ведуны, ну, те, кто ведет, да, нас. Гайден, гайдс, короче. Вот, и, пожалуйста, всегда ведите нас. И вот некоторые предварительные выводы. К сожалению, государственная идеология, она, вообще государство, такое создаётся впечатление, оно постоянно подтверждается, что государство не имеет идеи о том, что такое светскость. Что такое светское государство? Что это, что такое принцип светскости, да? Только слово есть в Конституции, и всё. И то, что я вот показала, вот эти культурные мероприятия, это одна маленькая часть того огромного спектра совершенно дурацких мер, которые предпринимаются в плане борьбы с религией. Ну, это очень плохо, вплоть до насильственного сбривания бороды там и так дальше, но я об этом сегодня не хотела говорить. Вот. А, по поводу критики. Я, конечно, когда готовилась к своей диссертации, я читала статьи, книги вот этих наших узбекских, моих коллег. Тахтахаджаева есть. Большая умница. Но у неё есть такие вещи, которые мне совершенно непонятны, и мне кажется, то есть я вот прихожу к такому выводу, что, и согласна об этом с Ольгой Здравомысловой, что вот такие вот исследования, они очень вредят, потому что благодаря таким активисткам, в кавычках, извините, конечно, которые говорят, огульно хаят советскую власть, говорят, ой, как было плохо. Вообще общество и академия, к сожалению, перестала воспринимать дискурс о гендере. Ой, гендер-населенная, ой, да вы что? Да это феминизм, да мы вообще далеки от феминизма, это очень вредно и так дальше. В общем, вот такое вот отношение к феминизму сегодня. И я думаю, что это во многом благодаря нашим среднеазиатским гендеристкам, которые работали, конечно, много, но не всегда результативно. И, к сожалению, вот этот возврат гендерного дискурса в нашу академию в Средней Азии представляется проблематичным на сегодняшний день, потому что его не принимают. Мне вообще открыто говорили, что у вас вредная работа, гендер, это вредно, да, феминизм, это вообще опасно для безопасности государства, феминизм, да, и в общем, и благодаря этому у меня были и большие трудности. И вот в конце... Да, я хочу здесь немножко это, вот в первом ряду вы видите, можете видеть одну женщину, да, третья. Во втором тоже есть, но это случайно, абсолютно случайно. Нет, нет, вот эта женщина, это на самом деле открытие МИДа, нового здания МИДа, и это весь состав персонал Министерства иностранных дел. Вот третья женщина, это заместитель министра иностранных дел, по ходу дочь президента, старшая дочь президента. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...